Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Ушакова. Несколько лет назад я перенесла рак груди, после чего начала заниматься спортом, пауэрлифтингом и стала чемпионкой мира по версии ВПФ в своей возрастной группе и весовой категории. Также я стала лауреатом национальной премии «Будем жить» за вклад в борьбу с раком. И сейчас я для себя сделала выводы, что моя жизнь стала лучше, чем была до болезни. К сожалению, когда речь заходит об онкологических заболеваниях, мы видим много безнадеги, тоски, уныния. И я поймала себя на мысли, что, просматривая, я именно в эти чувства и эмоции погружалась. Но есть и другие истории, и их масса. Поэтому мы и решили с нашей программой «Планы на жизнь» показать те истории, которые будут вдохновлять людей, которые будут давать силы для того, чтобы побороть эту страшную болезнь. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, прекрасная женщина. Мы с ней познакомились после того, как я создала чат «Доброе место», где собираются девочки с такой же проблемой. И с тех пор общаемся, и уже очень много общего у нас в жизни. До 2016 года Лена жила счастливой, прекрасной жизнью. То есть у нее был бизнес очень большой, она работала с крупным ритейлом. Потом она стала мамой и отдала себя полностью семье. И посвятила себя семье. Родился сыночек. И вот тут вдруг, как гром среди ясного неба, такой страшный диагноз. Рак груди. И, Лена, расскажи, пожалуйста, как это было? Я жила полноценной жизнью. Мне казалось, что, в принципе, я достигла всего, чего я хотела. Потому что самое главное, что в моей жизни – это появился малыш долгожданный. Я с головой ушла в материнство, в семью. Все было прекрасно. И мне нужно было проходить плановое обследование, связанное с сердцем. Я легла, проходила, и все-таки существует некий внутренний голос, который периодически что-то тебе как-то подталкивает и о чем-то говорит. И этот вот голос подталкивал мне и говорил, что что-то не то у тебя именно в плане груди. Было предчувствие. Было предчувствие. И когда мне делали УЗИ сердца, я попросила сделать и УЗИ непосредственно молочной железы. То есть у тебя что, были боли или что? У меня ничего вообще не было. Вообще не было. Просто интуиция. Просто интуиция. Вообще ничего. То есть меня, в принципе, не беспокоило. Просто вот я говорю, внутренний голос. И когда, значит, врач смотрел, и по ее реакции я поняла, что какие-то проблемы. В этот момент, опять-таки, по радио была программа про рак. Про онкологию. Про онкологию, да. То есть это знаки судьбы надо читать. Это знаки судьбы, которые нужно читать. Она сказала, у меня есть вопросы, но нужно дообследоваться. С этими словами я встала, пошла. Но при этом вот эта вот программа, которая была по радио, она осталась у меня в голове. В этой же клинике был онколог. Меня послали к нему. Это платная была клиника? Это была платная клиника. Для меня слово онколог было что-то страшное. Честно говоря, никогда не сталкивалась. И не готова была. И не была готова абсолютно. Естественно, придя в его кабинет, меня немножко потрясывало. Ну, я пришла достаточно положительно. Врач со мной поговорила, сказала, ничего страшного. Это, возможно, и фиброденома. Я прямо сейчас здесь делаю тебе пункцию. Что такое пункцию? Я вообще ничего не знала. Меня проткнули иголочкой. Это казалось не страшно, не больно. Через какое-то время я должна была прийти за анализом. Естественно, конечно, все это время, пока готовились анализы, у меня внутреннее состояние стало меняться. Все равно было страшновато. Ну, опасения были. Опасения были. А что же там? Да. И когда я пришла за результатом, мне сказали, не переживай, у тебя фиброденома, все прекрасно. Я сделала мамограмму. У нас здесь операцию такую не делают, ее лучше вырезать, чтобы она не переросла. Поэтому посоветовали один адрес тоже платный, куда я должна была поехать и, соответственно, там вырезать ее. Ты поехала туда? Да, я поехала туда, мне опять-таки сделали мамограмму. И врач мне тут же назначает, как сделаешь анализы, приходи, и мы тебя прооперируем, в этот же день мы тебя отпустим домой. Это несложная операция. И я говорю, хорошо. И так получается, что я случайно попадаю, с этим всем я ухожу, я понимаю, что мне нужно собрать анализы и сделать. Но как-то все равно настроение хорошее, потому что страшное мы убрали. И я попадаю к участковому врачу, рассказываю эту ситуацию, она говорит, ну, зачем ты пойдешь туда? Вот сходи, у нас есть онкодиспансер, как бы, и там все-таки люди-профессионалы, которые тебе, как бы, это все... То есть она дает тебе направление в онкодиспансер, ты идешь туда? Бесплатный, да. Ты идешь туда? Я иду туда, я прихожу в регистратуру, мне говорят, у вас подтвержденный диагноз. Я говорю, господи, нет, ни в коем случае. А, ну, не подтвержденный, так, что вы сюда пришли? Вот так, да. И я говорю, что мне делать? У меня вот, ну, как бы, вот есть такая небольшая проблема, хотели бы уточнить. Ну, в общем, они говорят, хорошо, мы вас запишем. Они меня записали к врачу через три недели, и я ушла. Через три недели? Через три недели. То есть надо было сначала пробиться, чтобы записали плюс. Совершенно верно. И назначили, то есть у человека еще непонятно что. То есть вот она, настороженность врачей относительно. Да. И когда через три недели я все-таки пришла, врач посмотрел, сказал, ну, что, посмотрел мои выписки и говорит, что ничего страшного, даже можно без операции. Сейчас я тебе выпишу крем, помажем. Кремом. Хорошо, сосется. Вот, да. Я практически вылетаю из его кабинета, потому что, конечно, он... Радость. Радость, да. Все нормально. Да, потому что из этих стен хотелось побыстрее выбежать. Онкодиспансеры, вот, выглядят, конечно, ужасно. Ужасно, да. Я знаю, я это походила. И ты заходишь туда, и эти стены начинают на тебя очень сильно давить психологически. И люди, которые там сидят. И люди, и то состояние. В общем, конечно, хотелось убежать оттуда. Тем более, если человек позитивный сам по себе. И я выбегаю, и буквально он мне в дверях говорит, ну, на всякий случай зайди к нашему узисту, на всякий случай. Я говорю, зачем? Ну, зайди. Я захожу к узисту. И вот за все вот этот вот, за весь этот период... А сколько он длился, этот период? Этот период, то есть, длится порядка двух месяцев. Два месяца. Два месяца, да. Я захожу, значит, попадая к врачу по УЗИ, и на первой же минуте он мне говорит, мне очень жаль, но вы наш пациент. Я вообще не понимаю. Как? Только что сказали, что у тебя все в порядке. Все хорошо. У меня есть два заключения. У меня есть две мамограммы. У меня, то есть, меня уверили, что у меня фиброденома. Это как ребенку дать конфету, вы здоровы, потом отобрать. А потом отобрать. И я настолько была шокирована, я не поверила. Что ты не поверила? Я не поверила. Я говорю, вы же можете ошибаться. И как вы по УЗИ можете определить? У меня пункцию брали, а вы мне так... Вот представляете, мне врач говорит... Ну, пункцию могут и промахнуться ведь. Мне врач и говорит, 99% я говорю, что вот, к сожалению, это дело обстоит так. И вы сейчас, не имея анализа, он мне говорит, вы сейчас можете пойти и вернуть те деньги, которые вы заплатили. Вот за эти... Неправильную диагностику неправильную. Да, неправильную диагностику. И в этот момент он мне рассказывает, что оказывается, в нашей стране существуют такие вещи, что врачи ставят неправильные диагнозы, и люди приходят слишком поздно. Он говорит, хорошо, что вы пришли самостоятельно, вы могли еще погулять год-два, и было бы уже действительно, ситуация была бы очень страшная. А так тебя диагностировали вот эту онкологию на какой стадии? Мне, значит, сначала поставили вторую, после операции первую. Первую. То есть не было метастаза, были бы. Да. И он мне, значит, назначил прийти сделать биопсию. Я, честно говоря, не думала, что это сложная какая-то процедура, но оказалось, что она очень болезненная. Вот. И слава богу, что муж меня забрал. Естественно, когда я узнала этот диагноз, был шок. Я звоню мужу, говорю об этом. Муж у меня в прострацию ходит. Звоню родителям, которые, в принципе, за меня переживали и знали ситуацию. То есть ты сказала родителям мужу. Да, мужу. То ты ни от кого не стоишь близких. Нет, нет. Я просто сама по себе открытый человек, и у меня, в принципе, и секретов ни от кого никогда не было. Как вас приняли? Папа мне в трубку стал что-то даже как-то покрикивать на меня, прекрати ходить по этим врачам. То есть он просто как бы не принимал. Да, это ситуация. Это все неправильно. Тем более у тебя нет подтверждения. У тебя есть вот те подтверждения, а нового подтверждения нет. Проходит время. Естественно, я хожу, у меня все равно, у меня, я думаю о том, что он все равно же 1% есть. А вдруг я в него попаду. Вдруг он все-таки ошибся. Существует. Да. И через какое-то время я звоню врачу. Врач говорит, да, вы сомневались. У вас онкология. Да, у меня онкология. И что в этот момент? И вот в этот момент наступает ступор. А в этот момент для человека, который в принципе позитивный, который в жизни считал, что все ситуации, которая происходит вокруг него, он контролирует. Здесь ты понимаешь, что ты не можешь контролировать ситуацию, что происходит что-то непонятное. А у тебя маленький ребенок долгожданный. То есть мечты сбылись. Мечты сбылись. И тут забирают это все. И все это забирают. Естественно, хочешь не хочешь, но мысли, они начинают тебя атаковать. Они самые лучшие мысли. Тут у меня праздник совпадает в детском садике. Я прихожу в детский сад. И осенний праздник, а я сижу, у меня просто начинается истерика. Я не могу с собой совладать. Я выбегаю, я... Что? Слезы. Слезы. То есть вот это все в детском саду, на детском празднике ты узнаешь диагноз, и ты плачешь там. Да. Все радуются, хлопают. Все хлопают в ладоши, а у меня истерика. Никто не понимает, что со мной происходит. То есть все на меня оглядят, а я не могу тебя контролировать. Я вижу своего сына, и я понимаю, что что-то происходит, что что со мной будет. И сколько ты его еще будешь видеть. Да, совершенно верно. И когда вот это вот состояние, ты бежишь к врачу, пытаешься, значит, понять, потому что ты не знаешь ничего. Для нас мы росли, мы не знали, что это... Мы знаем, что это страшно. Онкология – это страшно. Это практически всегда, вот как бы для меня было это все. То есть... Не дай бог. И тут ты попадаешь, и ты не знаешь, как себя вести. Ты бежишь к врачу, потому что там нужно сдать... Ты вообще не знаешь, что делать. Нужно сдавать анализы. Нужно готовиться к операции. Ты приходишь, тебе дают направление, и все, до свидания. Куда? Как? Чего? То есть тебе никто не объясняет. Чем у тебя... Как вы приступили к лечению, и как это все выглядело в твоей жизни? Вот лечение, к чему подошли? Какие решения? Меня отправили... Значит, мне сказали сдать анализы, и отправили в больницу, где будут делать операцию. Я знаю, что ты собиралась это делать за рубежом, да? Да. У тебя даже неприятный разговор состоял с врачом здесь. Совершенно верно. Так как информации у меня никакой не было, и я узнала о том, что у нас бывают все-таки ошибки, я захотела поехать ту же диагностику еще раз сделать и получить заключение у врачей в Европе. В Германию. В Германию, да. Я уже разговаривала с агентом, мы уже запланировали всю мою поездку, уже были забронированы билеты. Единственное, агент мне попросил взять с собой стеклу, потому что, ну, чтобы с собой они уже были, на это время не тратить. Я пришла к врачу, не понимая, абсолютно нормально. Нет, она мне сказала, что могут быть проблемы. Ну, как бы попробуй деликатно это сказать врачу. Хорошо. Ну, ты сказала, как есть. Я хочу посмотреть себя в Германии, правильно? Я сказала, что я оперироваться планирую здесь, но я хотела бы съездить еще в Германию, потому что у меня есть возможность, друзья мои меня хотят отвезти к своим врачам. И тут я услышала, что нет, зачем тебе это надо, и причем это было в очень жесткой форме, что если там понадобится тебе химиотерапия, то ты будешь это делать платно, здесь ты этого все ничего не получишь. То есть по ОМС, где лечилась, там, где оперировалась, там и продолжали лечение. То есть тонко намекнули. Да, да. И ты решила, приняла решение остаться здесь, оперироваться здесь и проходить. Я вышла, я бросила. Я не знала, как у меня завтра, послезавтра ситуация будет. Я все бросила. Естественно, как мне сказали, я как вот эти вот мышки под дудочку пошла делать то, что мне сказали. Сдать анализы и записаться на операцию. Я, мы приехали с мужем записываться на операцию к хирургам, тоже ничего не знаю, никто не объяснил, а хирург просто сказал, что будем отрезать, все или частично. И тут, даже здесь, вот тут, как бы никто не посоветует и ничего не расскажет, да? Мы сидим вдвоем, стоит, ну, либо все, либо частично, ну, а если вот частично, может быть, все-таки, да, как-то, ну, значит, как бы шансов рецидива больше. Тогда давайте все. Ну, хорошо. Потому что хочу жить, потому что у меня маленький ребенок. Хочу жить, маленький ребенок, да. Ну, а с другой стороны, дети есть, ребенок есть, муж есть, ну, все. Конечно, как женщина, мне это было очень неприятно слышать, и я очень переживала. То, что у тебя не будет в груди, да? Да. Я, честно говоря, даже не представляла. И даже муж у меня, смотрю, немножко тоже как-то себя, ну, чувствовал не совсем комфортно вот в этом во всем. Ну, и все, ну, во всяком случае, жизнь, она на первом плане, естественно, как бы мы принимаем решение. Тебя прооперировали. А химия до этого была? Нет. У тебя была потом уже химия. Да. Ты пошла на химию. С чем ты столкнулась? Химия столкнулась. Первое, что тоже там очереди мы особо много с врачом не могли себе позволить поговорить. То есть я приносила анализы, меня отправляли. И, естественно, мне никто не посоветовал, что в этот период нужно какую-то диету держать. Нужно как-то органы свои сохранить, да? Как-то их специальные препараты принимать. Да, 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 да. Для того, чтобы защититься от химии. То есть мне об этом никто ничего не сказал. То есть отсутствие информации полностью. Просто ты приходишь, тебя сначала отрезают, потом ты идешь на химию и... Да, ты просто делаешь вот как робот те вещи, которые тебе говорят. И ты не понимаешь, что может произойти и какие последствия всего этого. Никого, даже в окружении никого не было, кто с этим сталкивался. В итоге после первой химии я пришла, мне захотелось кушать. Я стала есть все, что хотела, и соленое, и копченое. И в итоге я столкнулась с тем, что мой желудок просто пополам сложился. Были такие боли сильные. И потом уже... Как выходила ситуация? Я стала... позвонила знакомому, он позвонил своему врачу, и тут вот посоветовал мне там лекарство, которое защищает желудок. То есть не на химии тебе порекомендовали, не твой врач лечащий, а именно... А все, ты с химией ушел, у тебя контакта с врачами нет. То есть вот особенно на выходные, никаких контактов нет, ты один на один остаешься с этим совсем. Вот о чем надо тоже задуматься нашему здравоохранению, да? То есть вот все-таки вести больного в плане информационном как можно... Однозначно. Вот, проходя химию, вот, то есть основная проблема была, я столкнулась вот с болевыми ощущениями, которые, естественно, потом вот уже со второй, с третьей, с четвертой химией я как бы уже себя предостерегала. И перед второй химией я пошла мыться, и вот это тоже ощущение, конечно, незабываемое, когда просто волосы, все стали оставаться в руках. Я испугалась. А ты не знала, что они выпадут разве? Ну, честно говоря, я думала, что у меня не выпадут, потому что у меня химия была не самая сильная, и были шансы, что они не выпадут. Я не знала, как это все происходит, а ты берешь просто, и у тебя все это остается в руках. Я думала, ну, может быть, они по волосику как-то, а это в один момент у тебя все остается в руках. И я помню, у меня слезы, я прошу мужа зайти с пакетом, у меня муж заходит с целлофановым пакетом, и вот мы всю голову мою складываем туда. Волосы. Да. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно, это... Наверное, муж сам даже перебугался, наверное, при виде всего этого. Вот, это вот такой еще сложный момент. И потом на химии я знакомлюсь с девочками, которые... Это вот уже тот этап, когда ты возвращаешься к нормальной жизни. Вот оно пройдено на лечении, и как раз, да, вот этот вот момент становления и возвращения к нормальной жизни. Ты познакомилась с девочками? Да, естественно, то есть ты понимаешь, что вот ты ждешь вот этого конца химии, когда этот момент уже закончится. И я знакомлюсь на химии с девочками, которые мне говорят о том, что существуют такие сообщества, где таких девочек очень много, и которые между собой делятся и рассказывают. И более того, у них есть какие-то совместные мероприятия, у них есть, они посещают какие-то программы интересные. Для меня это было открытием. И когда я попала первый раз в чат, то есть вот это было здорово, потому что можно было задавать любой вопрос в любое время. Девочки делились опытами, и я поняла, что вот здесь можно получать информацию. Это люди, которые тебя понимают, которые пережили то же самое. Тобой говорят на одном языке. На одном языке и понимают с полуслова, да? А к психологам ты не обращалась ни разу? К сожалению, я не обращалась, но вот уже потом я узнала о том, что существуют, я даже не знала, что существуют онкопсихологи. Я не знала об этом. А когда вот через эти программы я узнала о существовании таких онкопсихологов и разговаривала с ними, я поняла, конечно, что нам этого очень и очень, мне в частности, этого не хватило. Я узнала о том, что у нас же есть центры, которые, когда ставят диагноз, следующий вот человек выходит, и следующий кабинет, это уже онкопсихолог, который рассказывает те вещи, которые со мной происходили, когда я позже разговаривала с психологом. Они, то есть психолог, он мог бы рассказать, и ты понимала, что с тобой происходит. Ты шла бы подготовленная ко всему. Ну и к тем вещам, которые именно с тобой происходят внутри. Ты не понимаешь. И как вот этот вот процесс отрицания, процесс непринятия и все такое. Но ты знаешь, что эти ступени, их нужно пройти. Тебе уже расскажут, что они будут. И ты их проходишь нормально. А не то, что у тебя паника начинается. То есть поставили человеку диагноз, и следующий этап – это психолог. Прямо тут же, чтобы человек не шел домой с этой бедой своей, с которой он столкнулся, а сразу, чтобы с ним его приняли, и тут же поговорили, объяснили, все, как это, что это такое на самом деле. Олечка, совершенно верно. И после, я когда уже прихожу в диспансер, и я вижу, допустим, так же люди выходят, у меня была ситуация, люди выходят, и они растерянные. А вот эта история у тебя с дедушкой была. Расскажи, пожалуйста. Я так же сидела на очередной прием к врачу, и вышел дедушка, и я прям смотрю, у него слезы на глазах, у него истерика. Это в онкодиспансерия. В онкодиспансерия, да. И мы поставили диагноз, и он не знает, что с этим делать. Его куда-то послали, куда-то. Уже взрослый человек. Да, он не знает, куда, куда-то за Красногорск, куда-то ехать. И то есть я тут же подошла, и вот буквально даже 15 минут я ему рассказала, что я там была. Ты все, все, что, где это, как это, оставила ему свой телефон, если нужно. Человек уже пошел, он хотя бы понимал, что, что, куда и какие действия ему делали. Ну нет, этой пустоты. Пустоты. Когда тебе говорят диагноз, и отправляют тебя за двери, и ты с этим диагнозом один стоишь, куда и что с этим делать. Ну да. Лен, а вот какой ресурс тебе помог еще справиться вот с этой проблемой, с этой болезнью, вот это вот все пережить? Вот, ну, чат, а что-то еще было? Ну, конечно, помощь близких, помощь близких. Подруга со мной ездила на все химиотерапии. А сама себя ты как настраивала? Оль, вообще, если честно, когда первый раз ты попадаешь, вот особенно на химию, когда ты видишь очереди, люди сначала сдают анализы на кровь, а потом уже делают химию, ты видишь этих людей, ты видишь, как они борются за каждый день своей жизни. У тебя такая переоценка ценностей происходит, как это нереально. Вещи, которые для тебя когда-то были актуальны, они просто уходят в никуда. И ты понимаешь, что в твоей жизни самое главное. Это твоя жизнь, это твои близкие. Вот это вот самое главное. И ты перестаешь реагировать на всю какую-то мишуру, которая нас окружает. Ты начинаешь видеть истину своей жизни, да? Ты видишь, ты просыпаешься, видишь солнце, видишь траву. Самое главное, ты видишь вот близких. Потому что ты понимаешь, что ты это все можешь потерять. А вот там, когда ты в очереди сидишь и видишь такое количество людей, да, которые вот с такими же проблемами. Которые уже все узнали и поняли в этой жизни. Да. А причем там же есть разные стадии. И ты понимаешь, что идти, бороться, жить и еще раз жить. И вот через эти очереди вот этот вот приходит к тебе, да, вот какая-то приходит сила, энергия. И ты понимаешь новые какие-то вот возможности, да. И ты начинаешь идти. И уже идти, и уже видеть конец. Конец химиотерапии. Уже видишь какие-то вот после химии первые сантиметры, которые появляются на голове. Это тоже новые победы, которые вот к возвращению, к красивой жизни. Вот это все, конечно, это дает огромные силы. Настолько трогательные слова ты сейчас сказала. Прям до глубины души. И себя еще раз вспоминаю в этой теме. Ну, а давай вернемся к чату. Какие мероприятия ты посещала? Что ты видела? Что на тебя произвело наибольшее такое впечатление? Ну, для меня первое это, конечно, арт-терапия. Это работа с психологом в первую очередь, да. А на арт-терапии что делали? С нами работал психолог, и нас учили рисовать и проявлять себя вообще в каких-то творческих моментах. Это, конечно, сначала я пришла, не понимала, что происходит. А под конец, конечно, всего курса не хотелось расставаться, потому что действительно ты приходишь, ты начинаешь жить по-другому. Ты это никогда раньше не делала, вообще кисточку в руках не держала. Тут ты на, ты художник, ты творец. Более того, психолог начинает с тобой работать по твоим мечтам, по всему. Потому что все равно зацепки за жизнь. Вспомни, ты же мечтала. Совершенно верно. Куда ты собралась? Потому что ты превратилась в забитое серое существо с момента постановки диагноза, да. Где тебя пинают там? Пинают, да. Не всем же так везет с хорошими врачами. Совершенно верно. А тут начинают какие-то, и действительно, ты начинаешь расцветать. Я за постановки диагноза, у меня прошло два года, я за два года практически ни разу не сфотографировалась. Да, вот эта история, когда мы недавно провели фотосессию с девочками. У нас была такая интересная тематика первоклассники много лет спустя. Мы нашли свои фотографии, где мы были в первом классе, и решили повторить это во взрослом возрасте. Вот Лена была на этой фотосессии. На этой фотосессии, да, потому что сначала диагноз, да, потом... Ты никогда же ведь не фотографировалась, вот после того, как прооперировалась, после диагноза... Нет, нет, ни разу, потому что не было волос, скажем так, были... Ну и вообще, то есть моральное состояние, мне не нравилось вообще ничего. Ты себе не нравилась? У меня, скажем так, у меня амстоктомия, да, то есть я не нравилась себе вообще. И, соответственно, то есть мне даже никто... Я не знала о том, что можно реконструкцию делать, что можно одномоментную реконструкцию. Никто мне это ничего не говорил. Это я уже потом все узнала. И, соответственно, то есть мне, естественно, не нравился мой внешний вид, вот. И когда уже волосы стали немножко отрастать, и вот так получилось, что еще в нашем проекте, да, появилась вот эта вот первая фотосессия для меня, да, я когда увидела фотографии, я поняла, что жизнь, да... Что ты звезда, что ты классная. Что я могу фотографироваться, да, что те глаза, те эмоции, да, и то есть не все так плохо, не все так потеряно. В такой атмосфере еще проходило, мы там друг друга одевали, что-то красиво. Оля, а ты помнишь, люди проходили, они оборачивались, потому что такая энергия у нас была. Мы так хохотали, мы такие были веселые, зажгли, да, что люди не могли просто проходить, не оборачиваясь. Да, и завидовали нам где-то. А какой позитив, я помню, я села в машину, я не могла, вот у меня улыбка, она просто была, вот как я села, и я до дома, у меня она просто не уходила с лица. Настолько это было положительные какие-то... Вот он заряд на жизнь, да, вот еще желание что-то делать, такое подобное, да, и дарить друг другу вот эту вот энергию. После этого я, опять-таки, я не ездила, я пропустила море, потому что, ой, нельзя, ни солнце, ничего. В итоге, после вот нашей фотосессии, так получилось, что я и на море успела съездить. И наделала там много замечательных снимков. Совершенно верно, уже не боясь фотографироваться. Это другая Лена, да, это Лена уже другая, новая, с интересной жизнью, с массой возможностей, которые впереди меня ждут, да, и... Ценность жизни совершенно другая, по-другому ценишь время. Оль, помимо того, что свои ценности поменяли, вокруг меня очень много друзей, да, и которые приходят ко мне вроде как с проблемой какой-то, да, они не, слава богу, не онкопациенты, во-первых, я всех заставила друзей и родственников провериться, потому что первое, что мне сказал врач, вот тот УЗИ, с которым я очень благодарна, он сказал, что почему же вы каждые полгода делаете ТО своим машинам, а почему же вы своему организму, любимому, благодаря которому вы живете, вы не можете хотя бы раз в год сделать ТО своему организму. Потрясающие слова. И вот с этими словами я ко всем близким, ко всем родственникам все сходили, все сделали, это так здорово. И они приходят иногда там с какими-то проблемами, а я понимаю, я пытаюсь им донести, что это не проблема, это такая ерунда, вот проблема, если вы хотите, вот в частности у меня подруга, вот проблема, поехали со мной в диспансер, вон-ка диспансер съездить, ты увидишь, что такое проблема. А то, что ты вот сейчас мне рассказываешь, это не проблема. И все, и они меняются, и они становятся другие, и действительно доходят до людей. Это очень хорошо, что вот у тебя есть такой дар, показать людям, что на самом деле мелочи жизни. Совершенно верно. Пока не столкнешься вот с тем, что в любой момент может жизнь прерваться. Да. Ну, а какой бы совет ты дала нашим зрителям? Для них же тоже важно понимать, кто столкнулся с этой проблемой, или близкие столкнулись. Вот какой совет? Совет в первом, пройдя, грубо говоря, этот этап, я бы сказала, ни в коем случае не закрывайтесь один на один с этой проблемой. Ни в коем случае. Потому что эта болячка, эта проблема, она начинает разъедать тебя изнутри. Нельзя оставаться один на один ни в коем случае. Пускай вам там сказали нет, там сказали нет, значит, третий, четвертый, там, в пятом случае вам скажут да. Но не оставайтесь один на один, потому что это сложно. И физиологически, то есть нужно пройти определенные этапы. Но одному это очень сложно проходить. Пускай с вами кто-то будет рядом. А потом, когда ты рассказываешь всем, ты находишь ответы на вопросы, которые, если ты один, ты их никогда не получишь. То есть приходят какие-то знакомые, советуют врачей, рассказывают подобные случаи, истории, состыковывают людей, которые перенесли это. То есть, ну, в принципе, это важно делиться своей проблемой, о которой ты никогда в жизни ничего не знал. И получать помощь, реальную помощь. Это же, мне кажется, так просто. Почему? Совершенно верно. Просто у меня был период, когда я столкнулась, и я обратилась к одной знакомой, у которой была проблема. Мне деликатно как-то вот не ответили на этот вопрос, сказали, что, ну, как бы, все у тебя будет хорошо, и все. И не рассказали. Ну, это тоже не все готовы делиться своими проблемами. Многие, ну, это вот психология. Так вот, я о чем и говорю, Олечка, что если здесь, как бы, не опускать руки, да, здесь тебе сказали нет, здесь нет. Но обязательно найдется человек на твоем пути, открытое доброе сердце, которое обязательно тебе поможет. Да, главный совет, значит, ищем, ищем тех, ищем свой путь, да, свой путь к выздоровлению, и не отчаиваемся никогда, потому что, ну, это действительно не приговор, и это лечится. Лена, какие у тебя планы на жизнь? Ой, планы наполеоновские. Планы у меня воспитать сына. Женить. Женить. Да, обязательно. Воспитать внуков. Воспитать внуков, да. И при этом, конечно, сможем жить красивой жизнью, мы с ним очень любим путешествовать, поэтому мы планируем построить дом, да, мы планируем обязательно минимум два раза в год путешествовать, уезжать, потому что это, конечно... Ну, это относительно семьи, работа. Вот мы с тобой общались на тему того, что мы начнем с тобой двигаться в сторону реабилитации, да, потому что для женщин, таких, как мы, очень важна реабилитация. Олечка, опять-таки, извини, мы не знали о том, что... вот я, в частности, не знала, что существует реабилитация. Это благодаря вот проектам, да, мы узнаем, что есть она реабилитация. Не все врачи говорят о том, что она есть. Да некоторые даже не понимают, что после таких операций надо носить операционное белье, а даже я сталкивалась с такими случаями. Ну, и если двигаться... ну, мы с тобой пережили, мы справились, да, и мы чувствуем, и понимаем, и хотим помогать другим, чтобы они... Ну, мне, конечно, повезло, мне повезло и с врачами, я не сталкивалась с таким проблемой, как ты. Вот, но в то же время то, что мне дали врачи, то, что мне дали на реабилитацию, я понимаю, как это важно и как это нужно для всех женщин. И я даже думаю, вот я проходила реабилитацию после операции, а мне кажется, должна быть еще и повторная реабилитация, потому что побочные эффекты от тех лекарств, которые принимаются по 5 лет, они существуют, они есть. И человек, борясь с одной проблемой, с одной болезнью, он приобретает кучу других болячек, которые, в принципе, можно, ну, улучшать качество жизни с помощью реабилитации. И я знаю, что ты ко мне присоединишься, и мы будем вместе двигаться в этом направлении, отстаивать свою позицию, да, чтобы государство обратило на это внимание. С огромным удовольствием. Ты инвалидность получала тогда, да? Я получала, когда была, да, на химии, я получала. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет, да, мне сняли инвалидность, я пришла, но в ТЭК это тоже отдельная интересная тема, вот, и мне сняли ее. Ну, вот я даже инвалидность не получала. Опять же, это отсутствие информации. Отсутствие информации. Я не знала, что мне какая-то... Ну, а с другой стороны, я сейчас на себя смотрю и думаю, ну, какой я инвалид. Вот, но с другой... А опять же, если была инвалидность, на паралимпийские игры могла бы поднимать там все и завоевывать. Ну, ладно, это не самое важное. Важное то, что мы сможем сделать что-то полезное в этом направлении и значимое, да? Что для нас, опять же, как для онкопациентов, очень важно, да? Да. Спасибо тебе, Лена, огромное. Это такой вот тоже очень хороший опыт. Это другая сторона, да? Как это может выглядеть все, когда человек не знает. И для зрителей, наверное, твоя информация тоже будет очень полезна. Для тех, кто столкнулся, опять же, с этой болезнью или близкие люди столкнулись. И спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты вообще появилась в моей жизни. Я очень рада нашему знакомству. И я думаю, что нас ждут великие дела. Однозначно, по-другому не может быть. Да. Спасибо вам, дорогие друзья, что все это время были с нами. И я надеюсь, мы были вам максимально полезны. И все, что мы рассказывали, если у вас случилась в вашей семье или у ваших близких такая беда, все, что мы рассказывали, оно вам, в принципе, может пригодиться с тем, чтобы победить, чтобы справиться и жить дальше. Спасибо. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.